всем привет с вами Антон Пещерова и сегодня мы поговорим о тормозах на переднеприводные вазы десятого семейства в принципе эта информация актуальна для многих моделей значит для этих автомобилей выпускалось три вида тормозных систем стандартная тормозная система которая пошла еще от восьмерки где используется под колеса диаметром 13 дюймов используют стандартный невентилируемый тормозной диск второй вариант это такая же тормозная система но под диск вентилируемый вот кот пришел проверить все ли правильно делаю вот и третий вариант это тормоза 2112 где используются тормозные диски диаметром под до 14 колеса уже то есть у 13 колеса уже не поставишь поэтому много в сети есть информации о переделке под со стандартных под 14 тормозные диски но под 13 вентилируемый информации но потом решили немножко этот вопрос дополнить в принципе это актуально может быть только в тех случаях она хочется сохранить возможность поставить колеса диаметром 13 дюймов диски то есть если есть положим зимняя резина у вас такая или еще по каким причинам есть смысл так модернизировать или же оставить стандартную систему какая была с машиной вот если у вас колес 13 нету то лучше сразу перейти на 14 колеса на них эффективность будет выше но все-таки до морда кошачья все-таки более эффективно более эффективно более эффективности на стандартах хотя бы 13 но под вентилируемые диски вот такие вот соответственно понадобится для такой переделки сам тормозной диск целесообразно совместить естественно со временем замены по износу тормозной системы а также понадобится 2 2 еще два элемента это скоба 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 и направляющие суть в том что он не получится не получится использовать старые детали потому что видите скоба немного но уже под невентилируемые диски и направляющие имеет совершенно другую просьбу более широкую что это просто на вентилируемые диски не оденется таким образом если вы решили поменять на вентилируемые диски то имейте ввиду что придется менять и скобу и направляющие и по цене по цене это может получиться если вы меняете еще и цилиндр сопоставимо с покупкой нового суппорта то есть сейчас в актуальных ценах суппорт сборе стоит порядка двух тысяч рублей скоба обошвать 500 направляющие 650 плюс ремкомплект только 300 рублей это в ту пальцы пока доказ по которым движется собственно говоря все наши тормозной тормозной система вот хватит мешать я видео снимаю код вот таким образом имейте ввиду что как бы если так приходить на вентилируемые диски необходимо поменять как направляющую так и скобу соответственно ремкомплект что понадобится на сами суппорта где направляющие есть в ту пальцы и с болтами и чехвами но вот поэтому имейте вот такая придется переделка простая то есть открутить закрутить ничего здесь сложного нету вот и если менять только цилиндр остается старым да то можно поменять только направляющую скобу и это можно сделать принципе без разгерметизации тормозной системы если открутится конечно два этих вот болта так что спасибо за просмотр немножко путана но артикулы всех деталей я оставлю под описанием чтобы понятно о чем речь спасибо за просмотр всем пока